Несколько месяцев назад Юваль Грин служил в секторе ГАЗа военным медиком. Молодой израильтянин был военнослужащим запаса. Его призвали почти сразу после нападения террористов Хамас 7 октября. Сегодня он один из немногих израильских резервистов, которые публично, в открытом письме, отказались возвращаться на войну. Такое решение Грин принял после того, как его командир приказал сжечь захваченный ими же дом палестинской семьи. После того, как мы покинем дом, мы должны его сжечь. Таким был приказ. Я пошел к командиру и спросил его, зачем мы это делаем. Ответ был для меня недостаточно убедительным. Я сказал, что не хочу оставлять несколько семей без крыши над головой. На следующий день я ушел. Из-за своего отрицательного отношения к израильской оккупации западного берега и реки Ердан, он планировал отказаться от службы в резерве. Это было до терактов 7 октября. Ужасающее насилие боевиков Хамас по отношению к безоружным гражданским вынудило его передумать. Но, находясь в секторе Газа, наблюдая атмосферу мести и масштабные разрушения, Грин начал сомневаться. Израильтяне просто взяли весь этот гнев и ярость от потери друзей сейчас или в других подобных ситуациях и перенесли все это на палестинскую землю. Майкл Оферзи в почти два месяца просматривал видео в оперативном штабе по ту сторону границы. Как офицер оперативного отдела, он следил за предвижением войск внутри сектора Газа, обеспечивая их безопасность, а также утверждал авиаудары. Но как только он покинул штаб, его начали терзать сомнения. Когда слышишь невероятно большие цифры, начинаешь спрашивать себя, как это возможно, если мы наносим такие точные удары, проводим такую отличную разведку? Как так получается, что столько пострадавших, что столько ущерба нанесено? Майкл говорит, что войска в секторе Газа не получали четких правил ведения боевых действий. Вся система была построена так, что вы сначала стреляете, а потом задаете вопросы. Это если вы вообще собираетесь что-либо спрашивать. У нас, к примеру, никаких вопросов не было. Открыто высказывать свое мнение сложно. Семья и друзья поддерживают их, некоторые же называют предателями. Из-за отказа от службы оба резервиста могут попасть в тюрьму, хотя до сих пор Сахал ничего подобного не сделал. Масштаб разрушения в секторе Газа стал одной из причин, по которой Юваль отказался от службы в резерве. Вы едете на военном автомобиле и смотрите по сторонам. И все, что вы видите, это разрушенные здания. Некоторые из них разрушили по военным соображениям. Я полагаю, под ними была некая террористическая инфраструктура. Туннели или что-то в этом роде. Я видел туннели своими глазами. Они существуют. Но Израиль определенно не пытается действовать достаточно точно, чтобы оставить сектор Газа пригодным для жизни после этого. Обвинение Ювалья и Майкла Сахал отрицает и утверждает, что их правила ведения боевых действий соответствуют израильскому и международному праву. Здания разрушаются использованием соответствующих средств. Действия, совершенные не в связи с оперативной необходимостью, противоречат приказам армии, ценностям ЦАХАЛ и подлежат проверке. Оспаривая действия армии, оба резервиста пытаются добиться соглашения о прекращении огня, чтобы положить конец войне и вернуть домой оставшихся в секторе газозаложников. Еще с декабря у нас на столе лежат предложения о сделках, в которых четко прописано, что война закончится, мы прекратим огонь, что все заложники будут возвращены Израилю, а солдаты перестанут гибнуть. И я думаю, что в дополнение к этому очень важен факт, что палестинцы перестанут проходить через весь этот ад, через который они проходят сейчас в секторе газа. Им известно, что среди резервистов они в меньшинстве. И все же они надеются своими действиями начать дискуссию в израильском обществе. Субтитры создавал DimaTorzok